Всем привет! Как и обещал, в этой серии вы увидите продолжение испытаний самодельного пульсирующего реактивного двигателя. В прошлом видео вы могли наблюдать первые неудачные попытки его запуска. Я считаю, что это происходит из-за недостаточного давления газа в баллонах, из-за их обмерзания. Я решил добавить еще два, а также соорудить для каждого свою трубку подачи. Для этого мне пришлось найти еще тормозную трубку с автомобиля, отрезать ее и вварить в корпус камеры сгорания. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Также пришлось разобрать две газовые горелки, чтобы использовать их в качестве вентилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эту тормозную трубку разрежу пополам и вварю в камеру сгорания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна трубка в кадр не попала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот загнул края и зачистил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отмечаю точки, куда буду ставить эти трубки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После сварки и проверки швов на герметичность можно было продолжить испытания. Искры от этого электроподжига недостаточно, поэтому придется использовать бенгальские огни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, темнеет рано. Потестировать двигатель удается только в темное время суток. Но тут есть небольшой плюс в этом. Это выглядит более красочно. Днем такого эффекта нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как вы уже догадались, объема сжатого воздуха в этом баллоне недостаточно, чтобы нормально прогреть двигатель, и вывести его, скажем так, на рабочий режим, скажем так, на рабочий режим, поэтому будем использовать вот этот автомобильный компрессор. Очень удобно, не нужно подкачивать постоянно этот проклятый баллон, ждать, двигатель в это время остывает, и прогреть его так невозможно просто-напросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА